Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду ее сегодня я, Гульнара Сиддикова. И мой собеседник сегодня – начальник отделения вне ведомственной охраны Росгвардии по Инаульскому району Венера Мугинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, чем занимается Ваше подразделение на сегодняшний день? В 2016 году в России организовалась новая структура Росгвардии. Основная задача у нее состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и порядок внутри страны. Основой было взят внутренние войска. Согласно федерального закона о войсках Национальной гвардии, перед Росгвардией ставятся 9 основных задач. Но я расскажу основные, которые напрямую связаны с неведомственной охраной. Первое – это участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности. То есть наши наряды совместно с нарядами отдела МВД, патрулируя город, выявляют административные правонарушения и преступления. Так, за 2019 год нами было выявлено более 1200 административных правонарушений и 6 преступлений. По итогам 2019 года отделение полиции нашего филиала в своей подгруппе заняло первое место. По итогам 2019 года, я уже говорил, строевое подразделение у нас заняло в своей подгруппе первое место. Получило диплом первой степени, также переходящий в импел. Но хотелось бы отметить, что и само отделение вневедомственной охраны по итогам 2019 года уже среди 22 подразделений вневедомственной охраны всей республики заняло второе место, получив диплом второй степени. Хотелось бы отметить, что наш маленький коллектив, небольшой коллектив, смог опередить такие коллективы, как Стирли-Тамак, Уфа, Октябрьский, такие большие города. С чем связываете достижения? Ну, достижения это связывает с тем, что коллектив у нас, я еще раз говорю, хоть и маленький, но он дружный. Все поставленные задачи они понимают и стремятся к исполнению всех задач, так скажем, на 100%. Каждый сотрудник, каждый работник нашего вневедомственной охраны отдает все, так скажем, силы, усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. А если говорить о более сложных моментах, с которыми, возможно, сотрудники сталкиваются в процессе работы, что бы Вы назвали? Такие моменты, это, конечно, именно в тех силовых структурах, которые у нас есть, как Росгвардия, МВД. Ну, это, конечно же, стресс, который, постоянный стресс на работе. То есть, не то, что стресс, а всегда наши сотрудники должны быть готовы к любым неожиданностям. Это накладывает на них большую ответственность, я уже и говорю, это все-таки стрессовые ситуации бывают. Не все, так скажем, правонарушители, не все преступники, с которыми сталкиваются наши сотрудники, рады нас видеть. Но служба есть служба, поэтому сотрудники исполняют свои обязанности в полном объеме. А сами местные жители идут на контакт? Ну, хотелось бы, да, жители, бывают такие случаи, вот недавно был случай, то есть, у человека похитили сотовый телефон. Наш наряд находился, так скажем, не так далеко от этого гражданина. Гражданин, увидев наш наряд, он подошел к ним для просьбы о помощи. То есть, уже знают, что сотрудники Росгвардии, сотрудники Неверной Сохраны помогут в любой ситуации. Еще одной задачей у нас является, это задача участия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. То есть, мы совместно с руководителями объектов, предприятий принимаем участие в обследовании террористической защищенности данных объектов. Все недостатки, выявленные, мы доводим до руководителей и совместно пытаемся решить данные, устранить данные недостатки. И основной нашей задачей является, это охрана особо важных режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войск Национальной Гвардии и охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. Могу сказать, что охраняется нами объектов и мест проживания и хранения имущества граждан более 500. Точные данные мы не можем сказать. А если говорить об охране имуществ, в какое время приезда требуется для того, чтобы сотрудники Росгвардии прибыли на место? При поступлении сигнала на пульт Росгвардии, на пульт Национальной Охраны, наряд Росгвардии кратчайшим путем, в кратчайшие сроки, учитывая дорожную обстановку, выезжает на объект. В рамках нашего района, нашего города, данный отрезок считается 2-4 минуты время приезда. От 2 до 4 минут. А если сельское поселение? Сельское поселение мы не выезжаем в связи с тем, что у нас дислокация города Яновол только. А если говорить о безопасности детей, каким образом можно ее обеспечить? Ну, хотелось бы отметить, что безопасность детей можно подразделить на несколько, так скажем, ситуаций. Первая ситуация – это безопасность детей в школьных, дошкольных учреждениях, которые, так скажем, основной часть дня, где находятся наши дети. Безопасность образовательных учреждений тоже состоит из нескольких, так скажем, критериев. Первый критерий – это, конечно, обеспечение, недопущение посторонних лиц, так скажем, неадекватных лиц в образовательные учреждения. Наличие в образовательных учреждениях живой охраны, то есть лицензированных сотрудников охранного предприятия. Установка видеонаблюдения, контроля доступа, а также наличие кнопок экстренного вызова нарядов Росгвардии. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что в Яновольском районе все дошкольные и образовательные учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации с подключением на пульт вне ведомственной охраны. Какие-то проверки проводятся, учения? В рамках, так скажем, договорных обязательств, да, мы проводим ежедневные проверки работоспособности тревожной сигнализации. Также, согласно графику, утвержденного мной, проводятся уже внезапные проверки действий наряды полиции по сигналу тревоги именно с общеобразовательных учреждений. А как результативность? Ну, результативность, я хочу сказать, что именно с данных объектов особое внимание, это не только требование мое, но и требование руководства, руководства страны. То есть, эффективность выездов, так скажем, на отлично. В то же время мы, во время именно поступления сигнала тревога с образовательных учреждений, мы задействуем также силы отдела МВД по Яновольскому району. То есть, не только мы единственные, не мы одни приезжаем на данное срабатывание сигнализации, также и наряды ОВД. То есть, это в отличие, если, допустим, поступило из какого-то другого объекта? Мы тоже не можем, так скажем, разделять. Выезжаем-то мы на все, то есть, не то что пытаемся, на все мы выезжаем, на все своевременно, кратчайшие сроки. Но именно в свете тех событий, связанных с общеобразовательными учреждениями, там уже более, так скажем, настроены мы решительны. А если говорить о нахождении ребенка вне стен школ, детских садов, каким образом можно обеспечить его безопасность? Я уже вначале останавливался, что безопасность детей подразделяет на несколько ситуаций. Мы сказали, что в школах, в детских садах наши дети под присмотром, под охраной. Но есть еще один временной показатель, достаточно продолжительный период. Это когда дети идут со школы из дома, идут со школы домой, из дома в школу, на секции, либо они находятся вообще на улице и играют. Вот именно тогда мы на сегодняшний день внедряем современные, так скажем, технологии. И это вот одно из них, это специальный браслет для детей под названием Умко Юпитер. Он имеется в несколько цветовых гамм. Я вот вам показываю именно черного цвета, есть также они голубого цвета, розового цвета, то есть в зависимости от детей, как говорится. Достаточно большой функционал, но основная функция, то есть на что я хочу обратить внимание, это тревожная кнопка. Поступает к вам сигнал? Да, тревожная кнопка, имеющаяся на данном браслете, поступает к нам, на наш пульт. Реагируют наши сотрудники, сотрудники Росгвардии. Хотелось бы отметить, что точность координат, поступающих от данного браслета, составляет от 2 до 5 метров, там, где находится ребенок. Также хотелось бы отметить, что имеется достаточно много функций для родителей, а именно родители могут определенную зону выставить, установив на своем смартфоне специальное приложение, именно Умки Юпитер, и выставить это, так скажем, либо маршрут, либо зону, где ребенок откуда не должен выходить, поступает сигнал тревоги на именно смартфон родителя. То есть он уже знает, что ребенок покинул зону, которая им определена. Также есть функция несанкционированная, то есть можно выставить функцию несанкционированного снятия данного браслета с руки ребенка. То есть если произошло несанкционированное снятие данного браслета с руки ребенка, поступает сигнал как родителям на смартфон, так и к нам на пульт. То есть мы уже знаем, что это и есть тревога, и выезжаем на место, так скажем, где находится браслет в этот момент и ребенок. Хотелось бы отметить, что данный браслет может быть использован не только для детей, но есть такой слой населения, так скажем, это престарелые дедушки, бабушки, люди, у которых имеются потери памяти, которые могут заблудиться, потеряться. То есть в данной ситуации именно этот браслет тоже может им помочь. То есть мы будем знать, где находится тот или иной человек. Но хотелось бы отметить сразу, что мы не осуществляем функции слежения за человеком, то есть на постоянной основе. Мы видим, то есть когда нажмут тревожную кнопку на этом браслете, тогда у нас на компьютере высвечивается карта, высвечивается местоположение данного ребенка или, так скажем, человека. А функцию отслеживания в реальном времени это может осуществлять родитель. То есть на том же самом смартфоне, установив приложение, он может в любой момент посмотреть по карте, где находится его ребенок. А если ребенок решит проэкспериментировать? Все-таки нажать кнопку. Это мы тоже, так скажем, учитываем. То есть, да, дети, они все хотят испробовать, могут и побаловаться, но данная ситуация у нас оговорена в договорных условиях, и по данным, так скажем, баловства у нас есть штрафные санкции. Но хотелось бы отметить, чтобы родители, которые уж решат заключить с нами договор, чтобы они все-таки провели беседу с детьми, с ребенком, о том, что когда наш наряд будет выезжать на его баловство, в этот момент может поступить сигнал тревоги уже с объекта, где реально необходима наша помощь. Мы не занимаемся реализацией данного браслета. Есть специализированные организации, которые занимаются реализацией данных браслетов. Все необходимые справочные информации имеются у нас. То есть, когда родитель захочет приобрести, обращается в отделение медицинской охраны, мы им объясняем, где какой адрес, даем контактные телефоны, и там уже они приобретают. После чего он должен прийти к вам снова? Какие шаги предпринять? То есть, когда родитель решит приобрести браслет для своего ребенка, он приходит к нам, пишет заявление, мы оговариваем все функции, которые будут выставлены на данном браслете, даем контакты, так скажем, организациям, которые реализуют данные браслеты. После этого они, покупая этот браслет, приходят к нам, заключают договор, мы устанавливаем все функции, какие необходимы, и уже начинаем работать. Хотелось бы сразу отметить, что, забегая, как говорится, вперед, хотелось бы отметить, что данный браслет, заводская стоимость 3200 рублей, а услуги охраны по данному браслету составляют всего 186 рублей в месяц. То есть, за 186 рублей в месяц обеспечивается охрана жизни и здоровья вашего ребенка. Но еще сразу отмечу, что 186 рублей – это за охрану. Здесь установлена сим-карта в данном браслете, GPS, скажем, тарифом, трафиком GPS. Сейчас во всех сотовых операторах имеются специальные сим-карты для умных вещей, и так они и называются, стоимость у них у всех где-то около 90 рублей. То есть, общая стоимость, ежемесячная стоимость будет охрана стоить около 300 рублей. Есть уже те, кто обратился к вам? Да, есть, кто обратился к нам. Вот, так скажем, в связи с тем, что у нас у самих нет таких браслетов, вот мы попросили браслет у человека, который уже имеет договор с нашим подразделением. А есть ли устройство подобного плана, но уже для взрослого человека? Да, также мы внедряем на сегодняшний день приложение «Трекер Приток А». Там не нужно никакие, так скажем, устройства, там необходим смартфон человека. Устанавливается на данный смартфон с Play Market, устанавливается приложение, как я уже сказал, «Приток А». Те же самые функции. То есть, запускает это приложение, заключает договор с нами, мы программируем его на свой пульт, те же самые функции. То есть, при нажатии тревожной кнопки, сигнал тревога выходит к нам на пульт, высвечивается карта, и мы можем, так скажем, позиционировать человека, то есть, где он находится, и также выезжает на сработку наш снаряд. Стоимость та же самая, 186 рублей в месяц. Но при этом, то есть, если в смартфоне он, тревожную кнопку, а если в случае нападения его лишили телефона? Ну, данный вопрос, конечно, тоже возможен, но человек может обратиться к нам, и мы можем уже по карте определить местонахождение этого телефона, то есть, и выехать. То же самое с браслетом же может, его и снять могут, но если функция не установлена, то, что несанкционированное снятие, его тоже могут снять, или может ребенок потерять. То есть, это такие случаи, которые, ну, не все предугадаешь, не все пропишешь договоры. То есть, мы сможем только определить, где это находится, либо браслет, либо телефон. Вот мы рассказали про безопасность, так скажем, детей, людей именно на улице. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день также технологии не стоят на месте. Имеется у нас возможность на сегодняшний день, если мы раньше предлагали охрану квартир, то есть, человек уезжает, закрывает дверь, установив сигнализацию охранную, все. То на сегодняшний день есть такие датчики, которые используются в так называемом умном доме. Это датчик утечки воды, датчик утечки газа, также те же самые пожарные сигнализации. То есть, весь этот спектр мы можем подключить на пульт охраны. И при, не дай бог, таких ситуациях, которые предотвращают именно данные датчики, мы своевременно выезжаем на сигнал тревоги. Как Вы считаете, таким образом степень безопасности возрастает в обществе человека? Если бы, так скажем, мы не считали, что это будет положительная сторона, мы бы, конечно, его и не продвигали все это. Мы, наша организация, наше, так скажем, подразделение университетной охраны именно как раз предназначена для охраны, защиты как жизни, так и имущества, как физических лиц, так и юридических лиц. То есть, конечно же, это увеличивает степень защиты. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Инаульскому району Венер Мугинов. Спасибо за внимание. До свидания. 20 февраля ожидается пасмурная погода. Снег, ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 1,3. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3. Днем плюс 1, плюс 3 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями небольшой мокрый снег в отдельных районах до Умеренного. Местами гололед на дорогах гололедится. Ветер юго-западный 7,12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от плюс 2 до минус 4 градусов. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках Формленд всегда есть пола для радости. Скидки, скидки до 50%. Формленд Аптека Доброго Здоровица. 20 февраля в городе Ижевске в Доме дружбы народов в целях налаживания тесного сотрудничества со студентами-земляками, проведения профориентационной работы по привлечению будущих специалистов в Янаульский район, состоится встреча главы администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкорстан со студентами-земляками, обучающимися в Удмуртской Республике. Начало мероприятия в 16 часов. Приглашаем студентов принять активное участие. 21 февраля в Межпоседенческом культурно-досуговом центре состоится торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Начало в 15 часов. Добро пожаловать! Здесь все помнится, и кто ничего не забыл, завтра! Завтра у меня день рождения! Хотите оригинально поздравить? Своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравление на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Бывает так, гудишь с друзьями до утра. Бывает так, закуришь сигаретку перед сном. А бывает так, что после всего этого ничего не остается. Каждый десятый пожар происходит по вине лиц в состоянии алкогольного объединения. Предотвратить проще, чем исправить.